Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, на этой неделе мы с вами уже дошли до главы Ноах, мы читаем про всемирный потоп. И Тора в первом стихе говорит, вот родословная Ноаха. Ноах был очень праведный человек, Всевышнего боялся Ноах. Зачем ты мне три раза Тора сообщаешь имя Ноах, Ноах, Ноах? Мы же про него говорим в одном предложении. Я знаю, что это Ноах. Скажи просто, вот родословная Ноаха, он был праведным, он боялся Бога и так далее. Зачем ты мне говоришь, вот родословная Ноаха, Ноах был праведным человеком, Бога боялся Ноах. Зачем ты трижды говоришь мне его имя? Говорят нам наши мудрецы, здесь есть очень большая глубина. Пожалуйста, обратите внимание. Было три Ноаха. Какие три Ноаха? Был Ноах до потопа, который жил в нормальном, хорошем мире. Был Ноах во время потопа, когда весь мир ушел под воду. Друзья, одноклассники, учителя, соседи, никого больше нету. Есть только Ноах, его семья. Целый год он находился в ковчеге, везде вода. Он должен был кормить животных, весь мир поменялся. Его мир стал другим навсегда. Целый год. Есть третий Ноах, который должен после этого кошмара наблюдать разрушение мира, должен выйти из ковчега, найти в себе силы, идти строить мир, праздновать дни рождения детей, внуков, правнуков, улыбаться людям с утра. Как можно улыбаться? Доброе утро! Как вы? Как можно улыбаться, когда позавчера просто умерло огромное количество людей, все утонули в потопе? Это же какая травма была у Ноаха. Но он должен был найти в себе силы и отстроить мир заново. Поэтому, Тора говорит, было три Ноаха. Ноах до потопа в нормальном мире. Ноах при потопе в ковчеге спасается от воды. И Ноах, который выходит и ищет в себе силы строить мир. Зачем нам Тора это говорит? Хорошо, очень красиво, интересно, что в ситуации такие вот ужасные, ужасный, страшный потоп повлиял на его жизнь и так далее. Все понятно, очень красиво, что Ноаха уже поменялся, он стал другим. Зачем мне это знать? Потому что вокруг нас, вокруг каждого из нас, есть очень много разных Ноахов. Кого-то уволили с работы, и у него жуткий стресс. Кто-то, к сожалению, на войне, который сейчас просто зашкаливает количество смертей. Кто-то потерял мужа, кто-то потерял отца. Какие кошмары происходят вообще у людей, о которых мы даже с вами не знаем? И Тора говорит, эти все люди стали другими. Тот, кто потерял там родственника, друга на войне, это уже другой человек. Был Ноах до потопа, после трагедии это другой Ноах. И мы должны это понимать и чувствовать. И пытаться поддержать вот этих людей, чей мир больше никогда не будет прежним. И мы должны пытаться, вот у этого человека какая-то беда, не говорить, да чепуха, какая разница, от тебя уволили. Ну там, ты всю ночь просидел в бомбоубежище, ты переселенец, ты беженец, какая разница? Нет, это не разница. Тора нам говорит, что есть большая разница между Нохом до и после. Это два-три разных Ноха. Нох в нормальном мире, Нох в потопе, в ковчеге и Нох после. Огромный урок научиться чувствовать боль других и пытаться их поддержать, потому что любая трагедия, она оставляет след. Надо быть чувствительными к другим, к их боли и стараться максимально помочь. Огромный урок Торы всего лишь из трех слов. Нох, нох, нох. Пытайтесь понять, говорит нам Тора, что люди, к сожалению, переживают большие трагедии. И пытайтесь им помочь. И никогда не говорите, что это чепуха, все хорошо, наплюй. Нет. Человек, который пережил какую-то трагедию, к сожалению, таких много вокруг нас. Мы должны научиться их поддерживать и понимать, что что-то в них изменилось.